Так, сегодня начнем с массивов. Массив это набор однотипных данных, то есть это куча переменных одного типа и с одним именем. Например, у тебя есть список домов района, и тебе нужно там отсортировать его и вывести на экран. Ты не знаешь сколько у тебя домов, и ты поэтому не знаешь сколько создать переменных. К тому же сортировать будет неудобно, потому что у каждой переменной свое имя. Так что это будет все довольно очень неудобно, если делать с одними переменными. Правильно? Да. Итак, поэтому нам нужен массив. Массив это считай, что ты создашь кучу переменных с одним и тем же именем. И каждой конкретной переменной нужно будет обращаться по номеру. Допустим, массив у нас будет с именем M, и там первый элемент будет M0, второй M1, третий M2 и так далее. Кстати, да, нумерация начинается с нуля. Почему с нуля? Потому что раньше, когда память была очень дорогая, и все старались ее экономить по максимуму, сделали так, чтобы она началась с нуля, потому что ноль это меньше чем один и занимает меньше памяти. Поэтому нумерация с нуля. То есть, еще раз, первый элемент массива 0. Так, что такое массив, понятно? Ну, наверное. Так, что такое массив, понятно. Отлично, посмотрим, как его создавать. Вот у меня есть такая шпаргалочка. Итак, вот это объявление одномерного массива. Одномерное значит, что у него одно измерение. Вот, смотрите. Вот это вот. Первая строчка — это одномерный массив. То есть, считать, такая полосочка, да? Двумерный массив, у него уже два измерения. То есть, для... Две полоски. Ну, нет, тут скорее табличка вот такая. То есть, в одномерном массиве для обращения к каждой ячейке или переменной нужен один номер. Допустим, вот это будет 0, это 1, 2, 3 номер. А в двумерном массиве два номера. Номер столбца и номер строки. То есть, допустим, вот у этой десятки будет номер 0, 1, 2, 2, 1. Где? 2, 2. Да, 2, 2. У нее будет 2. Вот, понятно, да? Угу. Отлично. Вот с этим разберемся позже. Также есть трехмерный, четырехмерный массив. Трехмерный еще можно представить как кубик. А четырехмерный, ну, у нас как бы три измерения в нашем пространстве. Так что, хрен вы их представите. Можете как несколько кубиков. И сначала выбираете номер кубика, потом... Ладно, не важно. В общем, ими довольно редко пользуются, потому что слишком много памяти занимают. И редко они вообще нужны. Обычно одномерные или двумерные. Фу, я отвлекся. Итак, вот это одномерный массив. Что мы здесь пишем? Появляются вот такие вот квадратные скобочки. Пишем сначала тип данных, который в нем будет храниться. В каждом массиве могут храниться переменные только одного типа данных. Есть, конечно, исключения, но в основном так. Так, допустим, у нас будут числа. И мы пишем int. Пишем числа. Потом пишем две вот таких вот квадратных скобочки. Говорим, что это массив. Имя, равно. И здесь уже пошли варианты. Пойдем по порядку. Сначала может быть new, int. И в квадратных скобочках указываем размер. Так, сразу такой блин запрос. Если у нас у массива размер 5, то как мы будем обращаться к пятому элементу? О, подожди, 4. 4. Правильно. Ой, не то. То есть обращение к пятому элементу это вот так вот. То есть мы имя массива, потом те же квадратные скобочки, и в них пишем номер элемента. То есть вот это все мы обращаемся к одному элементу или переменной массива. Ну, вообще, это элемент массива. Вот. Вот присвоили ему номер. Точнее, не номер. Значение 123. Это понятно? Да. Хорошо. Идем дальше. Как можно еще задавать массив? Допустим, вы уже сразу знаете, что хотите туда записать. Вы же не будете говорить массив из пяти элементов. Первый равен тому-то, второй тому-то. Это нудно и долго. Поэтому можно сделать так. Вы говорите, ну, еще раз, вот то же самое, int, квадратные скобочки, ля-ля. Ну, да, ясно. Да. New int, и потом в фигурных скобочках пишите... Это получается значение каждому. Да. То есть, значение через запятую. Номер высчитывается автоматически, в смысле, размер высчитывается автоматически из того, что вы здесь ввели. Можно сразу ввести вот так. То есть, вообще просто. int, квадратные скобочки, имя, равно сразу в фигурных скобочках значение. Почему сразу не делать так, вместо того, чтобы делать так? Вот так ты явно указываешь, что создаешь новый массив. То есть, если я здесь создам массив, вот, array1, и потом здесь захочу присвоить ему вот такое значение, у меня не получится. Потому что нельзя так делать. Это у нас уже есть старый массив, а для того, чтобы задать вот такие вот значения, мы это должны делать к пустому массиву. Для этого, чтобы пересоздать массив, мы должны явно указать, что он должен быть новый. То есть, создать новый массив. Итак, если мы хотим пересоздать массив с элементами, которые у нас уже явно есть, мы пишем вот так. Если мы просто создаем новый массив, и у нас уже есть элементы, мы пишем вот так. Ясно. Отлично. Так, что у меня тут? Одномерный массив. Да, сказал. Заполнить массив случайно... Стой, еще раз. А нафига нужен массив? То есть, чтобы хранить данные какие-то много? Всем нужен для того, чтобы хранить много однотипных данных. Это довольно часто, на самом деле, нужно. То есть, не знаю, машина перевозит грузы. Ты все эти грузы запишешь в массив, сможешь его, допустим, отсортировать. Найти самый тяжелый груз, найти средний вес груза. Зачем, если у нас есть Excel? Ну, ты же как бы хочешь программку... Вообще, Excel-то тоже программа, правильно? Ее тоже написано. Вот. Понял. И массивы используются и в более сложных случаях. К примеру, у вас будет домашнее задание такое на воображение. Заполняем массив нулями и единицами. И вам нужно пройтись по спирали. То есть, сейчас, у меня картинка тут была. Вот так вот. То есть, вот, допустим, такой массив двумерный, да? Алло. Да, да. Офигел. Ну ладно, давай. Это уже на три балла, нормально. Там еще и покруче будет. Так, вот такой вот массив. И нужно пройтись вот так вот по спирали. Это он еще не офигел. Один, два, три. Потом шесть, девять, восемь, семь, четыре, пять. Ага. Очень весело будет. Поиграйтесь с массивом. Жопин, ага. Так, я тут пролистал. А что, уже урок захвачился? А, сейчас. Не, я просто говорю, что они нужны очень для много чего. Так. Чтобы поиграться с массивами. Давайте заполним одномерный массив случайными числами. О, рандом. Заполняй. Рандом. Значит, мы сначала должны создать эти случайные числа. Рандом R равняется new random. Да, это есть. Теперь создаем одномерный массив. Скажем, ой, что я пишу. Int там M равняется new int, ну, пять, к примеру. Теперь заполняем. Как нам заполнять массив какими-либо значениями? Мы должны присвоить каждому элементу массива какое-то значение, да? И вот здесь, как бы здесь с самого начала, это вообще много где. Вот здесь мы начали, наверное, уже видеть преимущество массива над обычными переменами. Мы можем работать с ним в цикле. Вот мы, допустим, говорим int i, i равняется, ой, что я пишу, равняется, да что ж такое, нулю. i меньше m.lens, то есть у массива есть длина, это понятно. Да, меньше длина массива. То есть мы перебираем все номера от нуля до длины массива. Почему здесь меньше? Потому что длина указывается... Начинаем с нуля и как раз будет пять. Да, потому что пятый элемент и четвертый элемент. Ну, в смысле, да. Так, теперь что мы здесь делаем? Мы пишем m, элемент какой? Под номером i равняется r.next и, ну не знаю, я там писал, ну, неважно, от нуля до десяти. Да, забыл сказать, вот этот вот, этот верхний предел, вот эта цифра, она не учитывается. То есть мы сейчас вот это, от одного до десяти написали. Если я написал так, это было бы одного до девяти. Вот этот верхний предел, цифра, которая обозначает верхний предел, эта сама цифра не входит в числа, которые вот так вот генерируются. Я забыл про это рассказать. Погоди, 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 то есть я сделал вот эту игрульку от одного до четырех? Да. Ну, мир стомал. От одного до десяти есть, да? Давайте посмотрим, что у нас получилось. Так. Вот. Сборка начата. А вывести его ты не хочешь? Там консул Райт М или его не надо делать? Не, можно, конечно, вывести, но мне как-то лень. Я, кстати, сейчас покажу, как его очень быстро выводить. Так. Один, десять, шесть, один, восемь. Кстати, вот так вот у нас. Ура! Кстати, хотите покажу, как его очень быстро выводить, без цикла. Смотрите, мы делаем так. Консул точка Райт Лайн, ну или Райт, неважно. Теперь делаем стринг точка Джоин. Она, вот мы здесь видим, здесь сепаратор, то есть разделитель. Допустим, у нас запятая пробел. Сепаратор. Разделитель. А здесь значение, массив значения. Сепаратор. Сепаратюга. С чего, блин, ну ты можешь помедленнее? Сейчас, 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 сейчас. Да, нормас, нормас, нормас. Секунду, сейчас. Ладно, что ты понял. Посмотри. Сейчас, короче, сотри, выведите через запятую с пробелом. А? А-а-а. То есть мы... А ну-ка закрой, я ещё раз. Объединяем каждый элемент вот этого массива с вот этим вот разделителем. И выводим. Можно было бы это, конечно, вывести через цикл, но это скучно. И мы уже так заполнили элементы, зачем их ещё раз так выводить. Так неинтересно. Можем, кстати, здесь и вывести, но ещё раз, это неинтересно. Так. А-а-а, что команда даёт стринг Джоин? То есть выводить массив или что это? Мы объединяем каждый элемент вот этого массива с вот этим разделителем. И на выходе получаем строку. Одну такую длинную строку, которая вот здесь вот вывелась. Вот, вот такую строку. Я помню, а Джоин, что это такое? Ты типа... Это команда... Ну, короче, чтобы не писать, типа M1 плюс M2 плюс M3. Короче, вот у нас есть console.writeline, а вот у нас есть string.joint. Вот. Как Макс объясняет. Да, офигенно. У нас есть это и вот это. Берём, слепляем. И всё работает. Ну, команда... Слюни, скотчем сверху. Так. Это мы сделали. Ещё лучше. Чем больше будете смеяться, тем дольше будем выполнять вот это всё. Давайте быстрее. Так. Найти количество положительных и отрицательных элементов массива. Угу. Заполняем теперь его, скажем, от минус десяти до десяти. И находим количество положительных и отрицательных элементов. Для этого нам нужны, ну как бы, переменные, в которые будет записывать это количество. Правильно? Ну да. Знаешь, мы их создаём. Там, скажем, int negative равно нулю и positive равно нулю. Угу. Теперь мы перебираем каждый элемент этого массива, чтобы просмотреть, он положительный или отрицательный. То есть, делаем, в принципе, такой же точный цикл. Точка lens i++. Есть. А тут условия, получается, если mrp больше нуля, если n++... А от it элемент массива больше нуля, то n++... Так, можно описать условия? Ну да. Какая разница, так напишешь или ты так напишешь, это без разницы. Тут строчка, тут строчка. Ну и ладно, чё в вас не путать, давайте просто по-нормальному напишем. Ой. Вот. Вот так. Ну вообще сейчас залагало. Погоди. Lsif... Чувак, 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 чувак. И ты меньше нуля. Тогда... А ноль мы куда? Нормально суммы? Подожди, Макс. У меня видосик залагал. Ага, что? О, отлагал. А куда мы определяем ноль? Ноль, он и не положительный, и не отрицательный. Он как бы между этими числами, он не входит ни туда, ни туда. Ну не скажи, ну ладно. Да серьёзно, я отвечаю. Нет, там есть плюс ноль, минус ноль. Что? Ну типа плюс ноль это когда... Сейчас тебе скажу. Это весной, когда при нуле снег тает? Не-не-не. А осенью при нуле снег выпадает? Ну смотри, это температура, это гуманитарии. Гуманитарии не надо есть математику. Так, значит, мы выводим н и п. Так, значит у нас будет положительное, а это у нас отрицательное, чтобы писать поменьше. Вот тут понятно, что я написал, да? Угу. Отлично. Да, стой, а что там, почему там else и if сразу? Это типа если не выполняется... Смотри, это у нас получается так. Вот мы проверяем это условие, да? Да. Если это условие не выполняется, мы переходим к else, да? А теперь смотри, если это условие не выполняется, мы проверяем это условие. И если оно выполняется, то мы делаем вот так. Угу. Вот. То есть вот сюда мы можем войти только тогда, когда не выполняется вот это, уже мы тогда переходим сюда, и выполняется вот это. Вот. Просто это чтобы меньше проверок делать, потому что если число положительное, то оно уже точно не отрицательное. Чтобы лишний раз не проверять. Так, давайте посмотрим, что у нас получилось. У нас получилось отрицательных 1, положительных 4. Давайте проверим. Так, массив у нас вот. Вот. Отрицательный... Я что, перепутал? Ой, я наоборот, ой, я наоборот записал. У нас положительный 1, отрицательный 4. Ой, ой, я условие неправильно написал. Все, все. Вот так вот должно работать. Давайте проверим еще раз. Так. Отрицательный 2, положительный 3. Смотрим. Отрицательный. Вот они 2, положительный 3. Отлично, все работает. Это понятно? Отлично, идем дальше. Так, что у нас дальше? Найти номер последнего отрицательного элемента. Ну, это даже проще. У нас должен быть номер. Раз мы должны найти номер, у нас все еще должна быть переменная. Дозуем мы n, потому что номер. Тоже перебираем все элементы. Если элемент меньше нуля, тогда n равно чему? И. И, правильно. Ну, поскольку мы не хотим путать наших пользователей, n равно и плюс 1. Потому что, типа, номер первый, второй. Ну. И... Понятно. И давайте посмотрим. Так. Номер последнего отрицательного элемента 5. Давайте проверим. Давайте проверим. Вот он у нас последний. Так, понятно, почему здесь я плюс 1? Да, потому что у нас начинается с нуля, а мы хотим, чтобы оно нам показало именно номер последнего числа, количество, я не знаю, как обозвать. Да, да, да. Так, отлично. Мы довольно неплохо идем. Ты понимаешь, Макс нас уже готовит к тому, что все пользователи тупые. Да. Все пользователи не понимают, что номерация начинается с нуля. Например, радует, что он, как бы, не объясняет нам это долго. То есть уже что-то радует. Ну, а что он должен сказать? Да у вас дошло, дошло. Все, идем дальше. Так. Сейчас мы изучим 2 новых оператора. Еще один цифр. А потом в конце... Сейчас, Максим, потом в конце. Понятно? Нет. Ну, я же постоянно по этому и спрашиваю, чтобы, если что, поподробнее объяснить. Так, 2 новых оператора. А мы что-то вайфориим. А? Что? Что? Ничего, ничего. Ладно. Ничего. Сплит. Это еще одна строковая такая штука. Значит, давайте мы из консоли что-нибудь введем. Допустим, string, там, s равно console.readline. Это и есть. А теперь смотрите. Если у нас, допустим, есть предложение. И нам нужно разбить его по словам. Чтобы одно слово это был один элемент массива. Чтобы мы могли работать со словами. Ну, довольно такая обыденная операция должна быть, да? Да. Отлично. И что нам делать? Написать какой-то там сложный цикл. Чтобы он находил пробел. Записывал это все до пробела в новый элемент массива. Потом удалял все, что мы записали. Опять искал пробел. Но это слишком сложно. И зачем? Если разделять строку по какому-то разделителю, должна быть встроенная функция. И она есть. Это сплит. О, смотрите. Возвращает строковый массив, содержащий постройки данного экземпляра, разделенный элементами заданного массива. Короче. Мы здесь пишем, почему, а, извиняюсь, это должен быть пассив. Да. Почему мы хотим разделить чат, ну или стринг, неважно. Почему? А, нельзя. Ну, значит, чат. Вот. Почему мы хотим разделить? Это должен быть один символ. Допустим, мы хотим разделить по пробелу. Пробел. Пробел. По умолчанию там и стоит пробел. Так что, если вы хотите разделить по пробелу, можно просто ничего не вводить. Но, чтобы явно это вам показать, давайте введем. Итак, мы хотим разделить то, что мы введем вот здесь, по пробелу. И угадайте, куда денутся, ну, что будет после того, как мы это разделим. Массив. Да, это все запишется в этот массив S. Давайте его потом выведем. Ура. Что? Давай. Давай. Ну, я же говорю, ура, давай. Ура. Выведи его полностью. Так. Console.WriteLine. Не, мы даже поприкольнее сделаем. Мы сделаем S здесь точка I. И это все в цикле. Вот так. In. 0. . I. Меньше. Это 6M? А, нет. TS. S. Length. I. Плюс-плюс. Ой. Ой. Уберите. Уберите. Вот. Отлично. Давайте. Что? Делал. Так. Теперь давай что-нибудь введем. Допустим, введем мы. Привет, мир. Ой. Мир. Мир, мир. Ты добрый. И вот смотрите, оно разделило это по пробелу, потому что здесь пробел. Ой, елки. Ну, вы успели увидеть, да? В общем, там был пробел, и после мир был пробел. Оно это разделило. Давайте посмотрим. Ну, подождите, это понятно, как работает? Да. То есть, через отлавку смотреть не надо, как это все выглядит. Отлично. Давай. Ммм, ладно. Так. Тебе давай что-нибудь другое. Ой, 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 ой. Вот тут вот точку поставим. Так. Ну что? Рома. Не бил. Не беси. Сам. У нас получилось три элемента массива, которые разделены по пробелу. Дальше мы их выводим, ничего интересного. Отлично. Можем двигаться дальше. И дальше у нас... Что? Максим. Да. Вопрос. Ладно. Почему числовой массив он выводил в строку, а этот столбик? Ну, потому что числовой массив я выводил с помощью string.join, который формирует одну строку. А здесь я каждый элемент вывожу с помощью console.rightline. То есть каждый элемент выводится и строка переносится... Вот если я сделаю точка write, вот здесь, ну и чтобы это все не было в смятку, я еще запятую поставлю. Вот. Write не переносит строку, насколько ты помнишь. Ой, да не важно, что я тут введу. Вот оно тебя вывело в одну строку. Кстати, вот здесь запятая лишняя, видишь? Потому что я постоянно ее вот так вот делаю. Поэтому string.join удобнее, потому что он сразу все как надо делать. Итак, string.join формировал одну строку, которая выводилась в одну строку. А если я вывожу с помощью цикла и console.rightline, то каждый раз, когда я вывожу какой-то элемент, курсор переносится в новую строку. Лепо. Отлично. Теперь мы с вами что разберем? Еще один цикл. Да, есть еще один цикл, который работает именно с массивами. И называется он for each. Вот. Что он делает? Он берет массив и работает с каждым конкретным элементом. Ну, как сказать. Вот, допустим, у нас массив s, да? Мы пишем, какой тип данных у этого массива, string. Дальше пишем переменную, которая будет именно в этом массиве олицетворять его ячейку. Потом все станет понятнее, не волнуйтесь. Допустим, у нас будет s1. И дальше в каком массиве мы это хотим все просмотреть, все ячейки. Это у нас будет s. Вот. Вот это вся структура. Что здесь происходит? Вот так вот. Давайте остановим и посмотрим. Один, два, три, четыре, пять. Хорошо? Смотрим, что ли? Сейчас, сейчас, сейчас. Ну, чего? Оно остановило, я специально сделал. Итак, у нас массив. Один, два, три, четыре, пять, да? И вот этот цикл перебирает... А, это типа для каждого из элементов. Да. Он перебирает каждую его ячейку. Это, кстати, штука работает, по-моему, только с одноберными массивами. Он перебирает каждую ячейку. То есть сейчас s1 равняется 1. На следующем шаге 2. То есть здесь идёт явная переменная, в которую записано значение этой ячейки. Вот. То есть мы уже не обращаемся к какому-то элементу массива. Он у нас уже выделен в переменную. Ну, вот смотри, сейчас у нас s1 равно 2. То есть второй элемент массива. Вот у нас 1, 2, 3, 4, 5. Ну, да. На следующем шаге он берёт в s следующую ячейку и записывает её в переменную s1. И она уже равно 3. На следующем шаге он в s берёт следующую ячейку и записывает её в переменную s1. Теперь это 4. И так далее, пока не пройдётся по всем. 5. И что? Это просто ещё один цикл. Зачем он нужен? Вот если вы... У вас есть массив, допустим, у которого тип данных не определён. Он у нас потом будет, кстати. Мы сразу можем явно указать, какого типа ячейка. А не преобразовывать её вот здесь. Вот так я бы мог написать s.i и что-то там. И потом уже работать с этой ячейкой, как хочу. Но если мне удобнее, чтобы у меня была переменная... То есть, допустим, есть типы данных... Ну, не то, что прям типы данных, а объекты очень большие. К примеру, вот мы на прошлом уроке проходили формы. Там есть, ну, к примеру, текстбокс такая. Control, в который записывается текст. По сути, это тоже переменная. И если у меня будет массив текстбокса, я должен писать там, этот, массив, точка, там, а ты, и ты элемент. Это у меня текстбокс. Должен явно указать, что это текстбокс. Потом уже с ним как-то работать. Это неудобно. В общем, что этот цикл делает, вы поняли? Ну, типа, придаёт значение. Просматривает каждые ячейки, или как это сказать. В этом цикле, на каждом шаге, в этой переменной, имя, которое вы дали, вот здесь вот, S1, присваивается значение ячейки этого массива. Ну, да. Всё. Это всё, что... Просто вот ещё один цикл, чтобы вы знали, что он есть. Так. Он работает только с массивами, поэтому я вам только сейчас про него рассказываю. Хух. Переходим к двумерному массиву. Ура! Да. Давайте заполним двумерный массив случайными буквами. Ха. Ха. Ж, О... Я хочу удавать четыре буквы. Ж, О, П и А. Они никакое слово не означают, просто рандомные буквы. Так. Как создавать двумерные массивы? Вернёмся к моей шпаргалке. Так. Вот он. Чтобы указать, что массив двумерный, мы здесь ставим запятую. Если трёхмерный, будет две запятые. Ну... А из четырёхмерный? Угадай. Три запятые. А из пятимерных, конечно. Ну, ты понял. Догадайся. Так. Дальше мы также можем писать New, тот тип данных. И здесь уже пишем размер двух измерений. То есть, допустим, у нас будет массив 2 на 3. Представляйте его как хотите, но, допустим, у нас будет два столбца и три строки. В общем, как вы его представите, так можете с ним работать. Так. Чтобы обратиться к какой-либо ячейке этого массива, мы уже должны указать две координаты. Как я и говорил. Один... Ну да, столбец там. Ну вот, мы подачаемся. В картинке вот такой вот примерно двумерный массив. Да. Есть. Дальше. Чтобы быстро создать значение. Мы делаем так. Ну, честно говоря, никогда эта штука не пользуется, потому что про неё не знал, то знал, когда к уроку готовился. Прикольная вещь. То есть мы пишем фигурные скобки, потом ещё одни фигурные скобки, в них одно измерение, запятое, ещё одни фигурные скобки, и в них второе измерение. Ну, в общем, если не хотите вручную задавать вот так вот, типа, RA4, там, ой, чё я... RA2. Там 0, 0 равно чему-то там, если у вас уже есть те значения, и так далее, так далее, так далее, можете сделать вот так. Смотри, подожди, это получается значение каждого столбца, и каждого, или как, что это за значение? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Можно написать, например, 1, 2, 3, 1, 2, 3? Можно. Но это просто значения, любые. То есть вот это, представь, что это у тебя первая строка, а вот это вторая строка. Вторая. И обязательно количество элементов, которые здесь, должно быть равно количеству элементов, которые здесь, потому что он квадратненький. Вот такой. Ну я понял. Так. Это есть. Сейчас. А, да. Да что. К секунду, сейчас вернусь. Ладно. Ладно. Давайте заполним двумерный массив не случайными буквами, а числами, которые мы ведём в консоль, через пробел. То есть у нас есть вот эта штука. У нас теперь будет двумерный массив. так сейчас сейчас так еще раз теперь мы будем делать как мы будем через консоль вводить элементы через пробел допустим 1 2 3 есть потом ведем на следующей строчке 4 5 6 и все это запишем в двумерный массив давайте так сделать чтобы было поинтереснее и что-то делаешь я не вижу то есть смотрите теперь мы будем не просто программе заполнять двумерный массив а будем заполнять его из данных которые ведем в консоль так круто это будет давать для простоты строка чтобы не надо было преобразовать строковый двумерный массив размер ну там не знаю опять равняется new и размер давайте ему зададим чтобы не сильно париться 2 на 2 хорошо 2 на 2 теперь мы сейчас получился 3 на 3 или реально 2 на 2 это будет 2 на 2 типа с нуля там с нуля до это размер до единицы а мы же не включаем верхний опыт все сложно ну если с нуля начинается два элемента это 0 и 1 ну к этому надо привыкли потом уже будет нормально так что мы теперь сделаем мы сделаем цикл который будет о кстати знаете что мне рассказал что я не рассказал как узнавать размер одного из измерений двумерного массива как это делается я потерял курсор м . life это будет полная длина в данном случае 4 то есть длина всех размер всех ячеек а если нам нужно только одного измерения тогда мы пишем получает бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла лично а просто в заданном измерении массива вот и угадай какое что надо написать чтобы получить вот эту первую двоечку. Измерение номеруется от нуля. Так что первое измерение будет ноль. Таким образом мы перебираем все, скажем, строки или столбцы? Строки или столбцы? Столбцы. Таким образом мы перебираем все столбцы этого массива. А что не строки? Не знаю. Хочешь строгий. Как хочешь, так и представляй. Как ты будешь его представлять, так ты будешь с ним работать. Честно, вот твое дело. Допустим, столбцы меняются редко или наоборот. Я запутался. Короче. Пусть будут столбцы. Делаем еще один цикл, теперь вложенный. То есть в этот цикл вложенный еще один цикл. О, цикл в цикле. Да, это будет весело. Цикличненько. J равняется нулю точка запятой, ой, J меньше M точка get less, скажем, 1. И J++. Что я тут написал? Таким образом. То же самое, что и сверху. Мы переберем I, J все элементы двумерного массива. То есть смотри, сейчас мы выбрали какой-нибудь I. Допустим, I равно 0. Перешли сюда. Здесь I равно 0. И мы выполняем весь вот этот цикл. То есть J равно 0, J равно 1. Мы его закончили, вышли. I равно 2. Опять J равно 0, J равно 1. Вышли и так далее. О, прикольно. Нет, наоборот, я понял. О, отлично. Прям отлично. Таким образом мы перебираем все элементы. Так, теперь вспоминаем, откуда они берутся. Подожди, а чему это равно? Теперь вспоминаем, откуда эти элементы берутся. Они берутся из строки. То есть мы выбрали, скажем, столбец. И теперь мы должны... Ну, подожди, мы же вводим в строку, да? Значит, мы выбрали строку. Все. Мы выбрали строку. Отлично. Значит, здесь у нас должна быть переменная string. Не, не интересно. String массив, скажем, S, который равен тому, что мы ввели в строке. Мы же вводим в строке эту, какую-то, сразу строку. Console.readline. И чтобы это был такой массив, мы его должны разделить. Split по пробелу. Отлично. И здесь у нас это будет равно S.J. Почему? Че ему не нравится? А, а, здесь тоже это есть. Все, все, убрал. Все, отлично. Так. Давайте еще раз, а что это обозначает равно S.J? Ну, скобочки J. Вот таким вот образом я разделил то, что мы ввели в строке по пробелу и создал... Нет, я понял. Почему ты нажал вот внизу, здесь вот S, ну, типа M, I, J равно S, J. Я понимаю. То есть I у нас... Я не понимаю. Ну, ща, 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 я понимаю, что ты... Так, короче, че я парюсь? Запускаем и смотрим. Мммм. Итак, вводим... А, ну да. Вводим первую строку. Скажем, это будет 1, 2. Угу. Enter. Угу. Смотрим, что у нас получилось. У нас получилось здесь массив 1 и 2. Угу. Смотри, у меня лагает. Стоять, стоять. Че у меня лагает? О, перестал лагать. Где? Еще раз. 1, 2. 1, 2. О, да. Есть. Теперь мы должны это все записать в, не знаю, столбец I, строку, J. Короче, мы это все должны записать. Вот. То есть мы должны перебрать все элементы вот этого массива. И поскольку по такому счастливому совпадению J у нас как раз это и делает, оно у нас от нуля до длины измерения вот этого массива, как раз такое мы и ввели. Ах. Короче. Вот сейчас-то 0. 0. То есть мы берем первый элемент. 1. Записываем его сюда. Сейчас это 1. 1. Берем второй элемент. Записываем его сюда. Угу. 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 Что происходит дальше? Вот сейчас I у нас 0, да? Так, сейчас. Угу. В следующий раз, когда вот сюда вот дойдет, ну, программа, I у нас станет равно 1. То есть теперь у нас здесь вот у нас 1, 2, здесь еще пустота. Угу. Теперь у нас должно быть заполнены элементы, где I равно 1. И J опять же будет равно 0 и 1. Мы опять здесь вводим два значения, пустот размер 2. Это, допустим, будет там 3, 4. Может быть там 10, 23. Паджи, стой, 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 ничего не делай. Чё мне лагает скайп? О, всё, есть, вижу, дальше. Ладно. Так. Ой, не то открыл. Вот. Ой. Я забыл поставить точку остановки. Ну, блин. Оно, кажется, всё выполнилось, да? Да, оно уже тут. Ну и ладно. Давайте посмотрим, как оно это всё заполнило. 1, 2, 10, 23. Как мы и хотели. В принципе, понятно? Да. Нет. Выведи его. Сейчас я его вывезу. Хех, выводим. Мм, двумерный массив. Угадайте, как он выводится. Вот так же. Теперь, что мы здесь делаем? Нам это не нужно, мы просто будем выводить. У нас есть, опять же, вот здесь ячейка, с которую нам нужно вывести. Что мы будем делать? Мы будем её выводить. Допустим, в одну строку. Мы её будем выводить и запятую с пробелом. Итак. Console.rite. Нет, RA.rite. Вот. Отлично. Что ему не нравится? А, забыл. Вот. Да, есть. Отлично. Да, блин, опять залагала. Так. Жди, жди, жди. Сейчас, сейчас. Это у меня одного лагает? О, всё, ты истал. Ну, мне ничего не лагает. Так. Ну, у тебя понятно. Ещё раз, сделаем то же самое. Один, два, десять, двадцать три. Вот у нас массив. Я его вывел. Почему он не двумерный? Он двумерный. То есть, смотри. Я его просто вывел в одну строчку. Ты же понимаешь, что я могу представить что угодно, как угодно. Я могу и одномерный массив вывести в несколько строк, как я уже делал. На самом деле, он двумерный. Просто смотри. Я сейчас просматриваю каждую его ячейку. И вот, вот на этом шаге у меня есть его ячейка. И я её просто вывожу. Я понял. А нельзя просто взять сеточкой его вывести? Что значит сеточкой? Вот так я вводил. Ну, красиво. Как на фотке. А, это... Чтоб в консоли оно ещё и рисовало. Ну да. Да, вот так. Мы можем вывести так же, как в Вели, к примеру. А можно сделать красиво, кстати. Смотрите. Значит, мы сделаем как. Сейчас, дайте подумать. Вот здесь мы будем переключать линию. Console.WriteLine. Чтобы оно переходило на новую строчку, когда вывело элементы одного столбца или строки. Короче, строки. В строке. Когда вывело элементы одной строки. И вот здесь мы сделаем одну такую прикольную штуку, про которую я вам не рассказывал. К строкам можно применять такую крутую вещь, называется PadRight или Left. Она дополняет строку слева или справа тем количеством пробелов, чтобы получилась строка заданной длины. Допустим, мы хотим строку в 10 символов. Но у нас строка в 3 символа. И мы говорим, что это... Сейчас, сейчас. Потом добавление слева. Так, добавление слева. Нам слева и надо. Так. Вот, допустим, у нас элементы будут, ну скажем, сколько символов? Ну, 2, да? Значит, мы делаем 3. Вот. Мы должны... То есть, на выходе из вот этого вот, будет всегда строка в 3 символа. И если вот эта штука не больше 3, тогда уже ничего не поделаешь. А если эта строка меньше 3, то она дополнится слева пробелами, чтобы получился размер... Чтобы у него был размер 3. Вот. И смотрите, как это все будет красиво выглядеть. 1, 2, 10, 23. Видишь, как красиво? То есть, смотри, оно вот здесь вот дополнило, чтобы было 3 символа. И здесь дополнило, чтобы было 3 символа. И здесь дополнило. А что, больше 6 символов в строку не влазит, что он его перенес? Я специально это перенес. Вот. Вот этим я перенес. То есть, когда оно вывело в одну строку, вот этим циклом. Я переношу... Переношу строку. А, все, понял. Вот, чтобы оно начало выводить следующую. Таким образом, мы выводим строку. Переносим строчку. Идем к следующей строке. Выводим ее. Переносим строчку. И так далее. Таким образом, получаем довольно красивый вывод. То есть, если я здесь напишу... 7, 10, 11, 8... Оно это все так красивенько выглядит. Чтобы оно было выровнено. Угу. А трехзначные слабо? Да, пожалуйста. Мы сделаем 4, чтобы они хотя бы немного отличались. Ну, в смысле, чтобы пробел был между ними. И сделаем тебе трехзначные. Ну, 123 и... Давай, генератор цифр. Да, 5. А здесь будет 5 и 5. Угу. Да. В общем, такая вот прикольная штука. То есть, если вам нужно что-то выровнять... Вот ваш выбор. Так. Ааа... Угу. Где мой верт? Вот мой верт. Что у нас дальше? Есть ли в массиве 0? Теперь мы должны... Сказать, есть ли в двумерном массиве... Который мы вот... Заполним сейчас случайными числами. Потому что мне уже лень это все вводить в строку. 0. А, подождите. Придется делать... Так это легко. Да, это легко. Поэтому это сделаете вы. Делайте кто-нибудь показ экрана. А, а что я парюсь? Это кто? Это все уже написал? Нет. Нет. Отлично. Делайте показ экрана. Я даже Visual Studio не открывал. Я тоже. Открывайте Visual Studio. Я пока вам заготовочку сделаю. Я как мультик сижу смотрю. Я еще попиваю компот. Давайте. Открывайте Visual Studio. Сейчас вы мне найдете в массиве 0. Так. Чтобы, блин, хоть какая-то практика была. Без практики скучно. Мы сделаем массив... Три на три. Три на три. Ага. Здесь все нормально. Ну, допустим, я открыл. Открыл, да? Секундочку. Здесь сделаем... Рандом... Закрой обратно, Максим все сам делает. Не-не-не, я только заготовку сделаю, а вы сделаете все сами. Итак, вот тебе заготовка. Оно, да? Оно. Где скайп? Делай пока за экран. Смайлик. О, что там часики? Какие часики? Что там? Там реально смайлик. Что скайп натворил? Какие? Ммм... Это, короче, вот эта хрень. Ладно, скопируй это. Я думаю, скопируется нормально. Скопируй в Visual Studio. Делай. Сейчас, сейчас, оно проект создает. Так, сейчас дать проект. Делай пока за экран. Так. Демонстрация экрана. Делай. Отлично, я создал проект. Ммм. Есть, работает? Нет. Нет, не работает. Почему? Сейчас. Демонстрация экрана, ну. Так, странно. Ну, какой там самолетик жужжит. Так. Оно сейчас. Отлично. Теперь. Что ты будешь делать дальше? Для начала тебе нужно заполнить этот массив случайными числами. Давай. А разве ты уже не сделал это? Не, я просто создал переменную рандом. А тебе нужно заполнить. А ты ж хитрый, а жопа. Да. Так. Ох, если тебя так помню, что-то писать. Вот. В этом весь прикол. И я не помню. Так. Значит, смотри. У тебя есть два цикла. Один внутри другого. В итоге у тебя, так скажем, I, J, то есть элемент массива I, J, это ячейка. Уникальная, с которой ты должен работать. Давай, заполняй числом. Ставь, нажимай так проще. Next, next, next. Next, next. Вот. Я. У кого что-то жужжит? Ну, вероятно, это я. Опять? Снова. А ну так скажи. Так лучше. Ну. Ну, давай, продолжай. Опять. Так. Ладно, забей, просто продолжай. Все, о. Нормально, давай. Вот так. Нормально, нормально. Он слазит почему-то. Право. Нет, нормально, я тебя не слышу. Мы заполнили его, так? А, нет. Ты все-таки введи промежуток, а то он заполнит его какими-то там большими числами. Ну, там от одного. Нет, мы же чем у вас себе ноль, значит, таки должен быть ноль. Запятая. Да. И до трех. Нормально, сойдет. Так, теперь, ты должен найти, если в массиве ноль, что ты будешь делать? А, нет. Забыл скобки после ифа. Господи. Верующий? Нет. Это не мешает мне употреблять слово «господи». Я же могу сказать там «Винни-пук», правильно? Да. Ну вот и все. Точка запятой же там, а, нет. Типа скобочки, типа, круглые, типа, как они... А, сейчас, я жду, пока до него дойдет. Что «ай» здесь нет, его не существует. Еще раз. Не-е-е. А, не-е-е, ну это слишком просто, слышишь? Ладно, ладно, пусть, хотя бы, хотя бы так. И так тоже нельзя, потому что здесь «ай» тоже не существует. А, нет, «ай» существует, кстати. Но, знаешь что? Ну вот у тебя, да и «жей», требуется два числа. Вот. А «Джей» здесь не существует. Потому что «Джей» в том цикле существует, которого... Фу ты, за пределами которого ты это пишешь. Хорошо. Ладно. Здесь «ай» не существует. Здесь «Джей» не существует. Боже ж, хитрый. Я хотел, чтобы ты еще два цикла сделал. Ну и ладно. Ни фига. Э, не, не. Хорошо, а что ты... О, кстати, сейчас будет интересно. Дальше что ты будешь делать? Сейчас, я найду ее? Ага. Ага, хорошо. А как ты напишешь, что «нет»? «Элз» — «нет». Ага, «элз» — «нет», да, и так как... Будет куча «нет», да, да, «нет», 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 «нет». «нет», «нет», «да». Тебя нужно только один раз вывести, «да» или «нет». А вот так не получится? Нажми точку запятой. Видишь, что выделилось? Вон, выделился вот тот первый цикл. Да, блин, нажмишь ты на «брейк». Да, выделился первый цикл. Из второго ты так и не вышел. Второй будет продолжать. Еще раз «брейк». Так, Анна, сейчас секунду мне звонят. Ладно. И так... Ну, что Максиме не расскажет ответ. Да. Хорошо, вот ты вышел из одного цикла. Как ты... Да, вот, правильно сделал. Все, слер, прям, молодец. Итак, тебе нужно создать переменную, в которой будет записано, есть 0 или нет. Не-не-не, не здесь создать переменную. За пределами цикла. Там, где я создал R, там и создай. И не «int», а «bult». Тебе... Вообще за пределами всех циклов. Да-да-да, вот здесь создай и «bult», да. Не орите на меня. Знаешь, почему «bult»? Потому что «false» или «true». Правильно. Да или нет. «false» или «true». Может быть, только два значения. Тебе это и надо. Не-не-не, тебе же надо «bult» переменное и равно. Да. «false». 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 Тебя же нет с начала нуля. Да, отлично. Что на меня орёте? Точка запятой. Так, а здесь что писать? Максим, Максим, а мне нравится. И не говори. Давай, нажми «tap» и напиши «b» равно «tru». И «break». И точка запятой. Да, кстати, «break». И после «break» точка запятой. А теперь смотри, после этого цикла. После цикла. После цикла. После цикла. После цикла. После. Это после его. После цикла. После цикла. Да, отлично. Пиши. Это что-то не то. Ив. Блин, отец. В скобках «b». За. «break». Нет, ну можно просто «b». Ну не парься. Просто напиши «b». Да. И за пределами... Ну за «if»ом «break». Да блин. Нет, ну... Убери точку запятой. И напиши «break». А потом уже точка запятой. Вот. Вот теперь хорошо... То есть, подожди, если «b», что я не понял? Если «b», то тогда выйти из цикла или что? Да. Ну по сути, «b» — это «b», он принимает значение либо «true» либо «fault». То есть, по сути, если «b», это значит, что если «b» равно «true». «True» равно «true» — небольшая тавтология, не чувствуешь? «b». Понял. Отлично. Так, только ты так ничего не вывел в консоль. Я знаю. Ну, по крайней мере, оно запустилось. Уже хорошо. Теперь после всех циклов... После. После всех циклов... После. Ага. Пишешь «x». Зачем еще «i»? Ну, тебе же вывести надо в консоль есть, то ли или нет, правильно? Угу. Ну, давай, дальше сам. Угу. «L». «A». Все, молодец. «Отлично, запускай». Стой, нет, не запускаешь für вас. Ир, ты, это консоль же есть, да. А теперь запускай. «О., знач есть, а ну нажми на паузу». «Нет». Я его просто хочу вывести отдельно еще. А, ну, пожалуйста, выводи. Как там? У тебя двумерный массив, так просто ты его не выведешь, тебе нужно в тех двух циклах его выводить, давай сразу там выводи, вот там же ты писал ИП равно нулю ля 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 фа фа, там и выводи. Тут? Не здесь. Нет, только перед брейк, перед брейк. Да нет, нет, так ты будешь вводить только нули. Вот, вот так вводи. Давай. Console. Write line. M.I.J. Смотри на меня. Я не ору. Эх, разошелся. Как ты там писал? Точка. Ну пробел, не, просто добавь пробел, просто добавь пробел, тебе же не обязательно углы равнивать. Потом, если захочешь, то делаешь красоту. Сейчас просто добавь пробел и отстань от этой программы. Ага. Да. А, у меня опять залагало. Точка с запятой. У меня тоже. О. А, ну ладно, так тоже можно. О, отлагало. Ты уверен, что это так должно работать? Нет. А че? А, а, ой, ёл. Я понял, в чем проблема. Эх, это номера этих символов. Короче, поставь там двойные иск, в кавычки. Да, и в них пробел, в двойных поставь пробел. Все, теперь запускай. А вот так неинтересно. Да конечно. Во, вот так лучше. Вон он, ноя. Ну и он последний. Почему три на... А, три на три. Вот почему. Да, и... Ладно. Фух, все. Сейчас. Я зашусь. Все? А что ты делаешь? Я все, чтоб не было две строчки выглядел. Сам разберешься, сам, все, сам разберешься. Я не буду еще это объяснять. Так. Эм. 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 Демонстрация экрана. Мою. Все. Видите мой экран? Нет. Как это нет? Как это нет? Как это нет? Видно мой экран? Как это нет? Нет. А что у нас дальше? Найти максимальную сумму стоящих рядом чисел. Мне лень. Вам тоже лень? Да. Отлично. Идем дальше. Пузырьковая сортировка. Короче, у вас есть массив, да? Да. И намного удобнее работать с отсортированным массивом, чем с неосортированным массивом. Да. Ладно. Да. Да, тогда. Теперь смотрите. Как работает... Пузырьковая сортировка, она самая простая в понимании алгоритма, поэтому ее часто используют. А что пузырьковая? Что? А что пузырьковая? А сейчас увидишь. Там, типа, самое большое число, как пузырек, поднимается наверх. И вот смотри. Как она работает? Макс показывает чудесовер, да? Да. Как она работает? Вот у нас массив. Мы сравниваем два числа. Если одно число, которое первое, больше другого, мы меняем их местами. И идем дальше. Таким образом, первое число сразу становится на свое место. Потому что вот мы сравнили эти два числа. Если число больше, перемещаем сюда. Теперь сравниваем эти два числа. Если число больше, перемещаем сюда. И так далее. То есть первое число за один такой заход по-любому станет на первое место. Вот. И так дальше делаем, пока все числа не станут на свое место. Пятерку переместили сюда. Пятерку переместили сюда. Пятерку больше тройки сюда. Девятку переместили сюда. Девятку. Я понял. Я в ком уже посмотрели эту гибку. Ладно. Посмотрели. Так посмотрели. А сейчас у меня еще есть одно прикольное видео типа как работает алгоритм на стартировке. Ну. В смысле. Как это. Короче. Чего увидеть. Вот. И пузырьковая. 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 Вот так. Смотри. 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 Сейчас. Сейчас. Я звук лучше вырублю. В общем смотрите. Вот пузырьковая. Она ищет сам большой элемент и перемещает его в конец. Видите. Вот сюда. Сам большой элемент перемещается. Да. Я понял. Вот. Сейчас будем ее делать. Давай еще раз. Стой. Давай еще раз посмотрим. Ладно. Сколько. Где-то отсюда. các призы. Другие. Они даже прикольнее. В смысле. Выглядят. ЖИК. 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 ЩС. ЖИК. 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 ОПА! Типичный sis админ. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Эй. Эй-эй. А это уже не пузырьковая? Пузырьковая. Жы-жы-жы-жы-жы-жы, стриг какая-то другая. Что творит, что творит? Это типа спадающая, да? Я не знаю, а это Кэт тоже. Нет, это типа он сначала их объединяет, а потом как-то упорядочивает. Вот. Что творит, что творит? Да, вот это прикольное. Смотрю. Э-э-э, так постепенно двигается. Давай заново. У меня видео лагает. Мы отвлеклись, мы очень сильно отвлеклись. Пузырьковая сортировка. Где там моя шпаргалочка? Вот она. Значит, просто посмотрите, в принципе, сходите в этом скину под. Итак, у нас есть массив, да? Записываем его длину, чтобы потом не париться. Так, теперь в цикле одномерный массив. Еще раз. Одномерный массив. Перебираем все его... Да, потому что в скобочках не стоит запятая, что мы шарим. Да. Так. Значит так. Сначала мы количество... Сейчас. Ну, здесь два вложенных цикла, потому что мы не просто проходим от первого до последнего. Мы проходим от первого до последнего, потом от первого до последнего, потом от первого до последнего. И так пока не сортируем. Вот. Поэтому два цикла. Так, первый цикл Говорит, когда мы закончим Да Почему Это не, скажем Почему I Меняется, ну в данном случае K Почему K меняется, почему K минус минус Потому что, когда мы прошли Первый раз, вот эту всю сортировку Самый большой элемент уже стал на свое место Поэтому каждый раз Нам нужно все меньше и меньше Проходить Поэтому здесь минус минус Да, да Отлично Так, дальше Дальше мы повторяем вот эту вот штуку Много раз Вот это вот то сравнение, про которое я говорил То есть если I больше, чем I плюс 1 Это не порядок И мы меняем их местами Вот это вот меняем местами Могу объяснить, надо объяснить Нет, почему объяснилший измук А это сейчас Это я немного ее улучшил Так, теперь А, ну в принципе это вся сортировка А теперь объясняю, что такое измук Смотри, если мы прошли вот это вот все И не было ни одного замещения То вроде как массив ассортирован, правильно? Да Вот, так что если ни один раз мы вот эту штуку не делали Вот изначально штука равна труб И если мы перемещаем какой-то элемент, оно становится Ой, изначально равна полосу Если перемещаем, становится труб Если мы ни разу ничего не перемещали Тогда выходим из цикла То есть мы уже сортировались Так, а это пузырьковая сортировка Просто... Подожди, вопрос Что? Если рядом стоит, например, 5.5 Да Оно ничего не сделает Но оно ж не больше Ну да Так, конечно Как вы уже могли догадаться Есть встроенные алгоритмы сортировки Вот Array Пишется он так Array.sort И в скобках массив Не нужно это ничему приравнивать Оно просто само ассортирует И вот здесь будет неассортированный массив А уже здесь будет ассортирован Вот То есть В принципе Насчет алгоритмов сортировки Можно не запариваться Потому что они уже встроены и в язык Ну просто А по какому принципу он будет сортировать? Вот это? Да Не знаю даже Не знаю Как-то будет В C++, насколько я знаю QuickSort В C-Sharp Не знаю Но Насчет конкретно этого массива Он довольно маленький Я посмотрел Вот это Работает 1 миллисекунду А вот это 10 Так что это даже дольше получается Но это для маленького массива А для большого уже будет Дарна быстрее Так Это была сортировка Теперь быстренько расскажу Что такое ступенчатый массив Он Вот такой вот Мы таки дошли до третьей картинки То есть это двумерный массив У которого каждая строка имеет разную длину Он используется очень редко И только с расчетом на то Чтобы не забирать лишнюю память у компьютера Оперативную То есть вы здесь видите Что здесь какая-то одна длина Здесь другая Здесь третья Ну в общем Да То есть это ступенчатый или зубчатый массив Такие тоже есть Как их делать В принципе может вам это и не понадобится Но просто чтобы вы знали что они есть Так Как их делать Вот так вот Вы здесь пишите не одни квадратные скобки А двое Вот так вот Теперь здесь пишите количество этих строк Шесть Вот эти оставляйте пустыми Дальше Вы создаете отдельный Одномерный массив Для каждой так сказать ступеньки То есть вот к примеру Первая Будет массив из четырех Вторая там из пяти Т.д.т.п. А доступ Вроде так же точно Ну в общем Разберетесь Просто чтобы вы знали что они есть Все Отлично Идем дальше Реалист О Реалист Переходим к рекурсиям Будет весело Так Реалист Это Знаете что Нет Что-то со списком Реалист Это Считай Безразмерный массив Это массив У которого Нет Какого-то ограниченного количества элементов То есть Создается он так Вот так вот Рей А кстати По умолчанию не подключен Рей Лист Лист Ой Лист Вот И оно мне сейчас говорит Что надо подключить В какую-то библиотеку Где 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 Во Вот она Добавилась То есть надо Это usingSystem.collections Ну не важно Реалист В общем Реалист Создаем его имя например М Равняется New Реалист Это массив Но у него Как видите Нет Какого-то четкого количества элементов Как к нему добавлять элементы М.add Вот так И элемент Допустим Один Вот мы добавили Теперь это массив В котором один элемент И он равен одному Дальше можем делать еще М.add Там Не знаю Даже может так сделать То есть у него даже нет Типа данных У него не просто нет размеров У него еще нет Типа данных Какого-то определенного Очень весело То есть даже Можно делать так Так Ну времени у нас мало Это грубо говоря Мусорка какая-то Под все Ну Можно и так сказать Поэтому Безразмерные массивы Без необходимости Лучше не использовать Потому что Оперативная память Занимает больше Хотя в принципе Сейчас оперативной памяти Дофига Но Программ тоже Так что Если можете Использовать обычный Используйте обычный Так И что Мы переходим К рекурсиям Итак Что По-русски Что Рекурсия Вот Да Давай Шуточка Чтобы понять Как работает рекурсия Надо понять Как работает рекурсия Охохо А ты смешной Вот Артем Ты эту шутку Выпустили Я уже строжат Так А теперь Нормально Что такое рекурсия Рекурсия Это подпрограмма Которая вызывает Сама себя Ну я думаю Понятнее не стало Настолько одиноко Что ее никто не вызывает Сейчас мы с помощью рекурсии Посчитаем Факториал Чтоб стало понятнее Так Создадим здесь Подпрограмму Статик А Функцию Функцию Статик Лонг Инт Ну и факториал Он таки большой Ну хотя давай инт Мы больших чисел Не будем считать Инт Фак Факториал Вот И здесь мы должны Говорить Инт Какое число Есть Поскольку Итак Рекурсия Начинается с конца То есть Так Давайте сначала напишу Потом буду комментировать А то я так просто не расскажу И в n Факториал Одного это единица Поэтому если n равно 1 То мы возвращаем Единицу Логично, да? Угу В противных случаях Мы возвращаем Знаете что? Мы возвращаем Факториал n-1 Умноженное На n Угу То есть смотрите Факториал Какого-нибудь числа Равен Факториалу Числа Которое меньше Его на 1 Умноженное На это число То есть Допустим Факториал 5 Это факториал 4 На 5 Правильно? Да Вот Это вся рекурсия То есть смотрите Что здесь происходит А Вадя То есть Просто зачем нужна рекурсия Для вычисления Факториалов? Не Рекурсия нужна Ну смотри Как сказать Если тебе нужно Одну и ту же операцию Выполнить Для этой же операции Ну В какой-то операции Выполнить ее же То есть мы в вычислении факториала Вычисляем факториал В котором вычисляем факториал Вот так вот Ну У вас будет У нас ДЗ У нас ДЗ По ней будет Ну Одно домашнее задание По ней будет То есть смотри У вас есть ДЗ Опять Вот такое Веселенькое Ты понимаешь ДЗ 25 заданий Нет Это всего Это они просто ДЗ 4 с 18 Да Он уже нам Зазадал Часть Так Это просто Ну как Максимальная 6 То есть если вы решите На 8 Уже можете больше ничего не делать Или вот На 7 Так что Так Вот смотрите У вас есть Двухмерный массив Заполненный Нулями единиц И вам нужно найти Количество островов Из единиц То есть вот Например Вот этот остров 1 Вот это 2 И вот это 3 Ясно? Нет Ну блин Вот у вас Считай что 0 Это океан 1 это земля Я понял А чем нам здесь Рекурсия поможет? Она поможет Без рекурсии Вы не найдете К примеру Если вы нашли Единицу Да? Вот у вас остров Вы прибавили К счетчику Островов 1 Что вам дальше делать? Вам нужно Как-нибудь отметить Что весь Вот этот остров Вы уже нашли Да? Угу Сейчас я вам немного Помогу И То есть получается Вам нужно Ну к примеру Заменить Вот эти единички Ну скажем На двойки Или на нолики Да? Чтобы вы уже Больше на них Не реагировали Ммм Круто Да Алгоритмы Это прикольно Вот А как вам Заменить все? То есть Вы должны Пройтись Вот прям Сюда И сюда И вам все Щели заглянут Здесь вам Поможет рекурсия Как уже думаете Сами Потому что я уже И так вам подсказал Да А сейчас мы Максим Ты подсказал Что надо делать Это рекурсии Там написано Надо делать рекурсии Ты ничего не подсказал Я подсказал Что надо заменять Или то уже Хоть что-то Так Я отвлекся Вот давайте посмотрим Как это работает Видели фильм Начало? Нет Что серьезно? Да Не знаю Что за фильм? Ну с декабря Такой прикольный Он там в сны погружался Нет Ну короче Артем видел? Кого? Фильм Начало Не, не видел Артем видел Видели? Я Нет Артем видел? Кого? Ладно Смотрите Как это работает Мы вызываем Этот факториал n не равно единице Дальше мы переходим сюда n Которое сейчас равно 5 Ушел здесь вот 5 Умноженное На факториал n-1 То есть 4 Ура Мы опять возвращаемся К этой функции n опять не равно единице И n-1 И это факториал равняется n Которое сейчас 4 Умноженное на факториал 3 Дальше Факториал 3 равняется n на факториал 2 Ну 3 Факториал 2 равняется 2 на факториал единицы И мы пришли к концу Как я уже говорил Рекурсия начинается с конца Вот почему Потому что в самом конце Нам нужно будет выбраться Из всего этого цикла Вызовов Самой себя Здесь у нас n равняется Единице И мы возвращаем единицу Возвращаемся на уровень выше На уровне выше У нас был факториал 2 По-моему И мы вот А А Ретурно мы Мы еще не вышли Теперь вышли Мы опять на этой срочке Потому что здесь мы вызывали Эту Факториал единицы Помните? Да Вот Факториал 4 Мы выбрались из этого всего цикла Фух Вот так работает рекурсия То есть Как Ну блин Вы не видели начало А я такой хороший пример Ну короче Там был Декабрь И знаешь как Сон Сон И в нем ты еще раз засыпаешь И сон во сне Сон во сне И так далее То есть Это как рекурсия Ты сначала что-то делаешь На самом глубоком уровне Потом возвращаешься На более высокий И выше 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 И вот так вот В итоге Находишь факториал 5 Сложно Так Ну как факториал находить Ты понял? Да Наверное Логику понял Если 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 программу эту скинешь То понял Ну смотри Код вот этот На видео посмотрите Ну еще раз То есть мы Вот теперь вы в принципе Это посмотрели Можно уже поподробнее объяснить Мы начинаем рекурсию с конца Куда еще подробней Сейчас Сейчас Я постараюсь Мы начинаем рекурсию С самого конца С конца В плане Что когда мы начнем Подниматься На уровне выше Эта рекурсия вызывает Само себя Тем самым Понижая Уровень Ниже 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 То есть Все дальше От нашей Вот этой Изначального Вызова Этой Программы Вот Когда мы начнем Подниматься На уровень выше Когда Н станет Равно Одному Уж тогда Мы точно Сможем сказать Что Факториал Одного Это один И мы возвращаем Уже один То есть Какое-то Явное число Это у нас Грубо говоря Мы Смотри Грубо говоря Мы сейчас Начинаем От противного От самого Да Да А так Ооо Так понятно Если Н не равно Один То мы Смотрим Что Мы Н умножаем На факториал Числа Которое Меньше Н на один И факториал Которое Меньше Числа Н на один То есть Мы Н уменьшаем До тех пор Пока Не будет Равно Единице А потом Уже Начинаем Высчитывать Все эти Факториалы То есть Перемножаем Все числа Но Вот Таким Вот Прикольным Образом Так Вы не Полудитесь Сейчас Мы Еще Примерчики Порешаем Что У нас Тут Воу Сейчас Будет Прикольно Суммировать Цифры Числа Пока Не останется Одна Цифра То есть Допустим Число 123 1 2 3 6 Так Неинтересно Да Давайте Что У нас Было Отразу 56 325 257 Нет Давайте 200 81 2 8 10 1 11 11 Мы Должны Еще Раз Посумировать 1 1 1 2 2 2 Это Наш Ответ А почему Тебе Не нравится Что Я сказал Слишком Большое Зачем Тебе Большое Тебе надо Понять Или Запутаться Я хочу Запутаться Ладно Давай 81 Только Не Факториал Да Согласен Давайте Мы Переменуем На Сам Что Сам Ну Сумма Не знаю Как хочешь Так Начинаем Мы от противного Если у нас Н Меньше 10 Тогда нам ничего суммировать не надо Правильно? Правильно Правильно О Все У нас Цикл Закончился Только Надо Там Н Все Нам Это Да Возвращаем Н А Там Получается Да Ну да Хорошо А если Н Не равно 10 Тогда Мы Возвращаем Сам От Н Сейчас Я вспомню Н Н Деленая На 10 Смотрите Как В Инте Происходит Деление Если у нас Остается Дробная Часть Она Просто Отбрасывается То есть 3 Деленая На 2 Будет 1 Ну Не Полтора А 1 Дробная Часть Просто Отбрасывается Так что Н Деленая На 10 Это Будет Просто Все Цифры Числа Н Кроме Последней Все Все Цифры А Все Все Цифры Числа Н Кроме Последней Н Деленая На 10 Если Ты Допустим 123 Поделишь На 10 Получишь 12 И 3 Десятых Да Да Ну 3 Десятых Отбросишь Получишь 12 Вот То есть 123 Делить На 10 Это 12 Все Цифры Из 123 Кроме Последней Есть То есть Мы Ко всем Этим Цифрам А И Плюс Остаток Отберения Надеюсь Последнюю Последнюю Цифру Вот Почему Это Работает Объяснить Надо Нет Отлично Прям Отлично Вот так 181 Это Давайте Посмотрим А Что Давайте Давайте Сразу Посмотрим Как Работает Так Запустили Смотрим Это Меньше Это у нас Больше 10 Поэтому У нас То есть Сейчас у нас Будет 28 28 Плюс 1 29 29 Смотрим 29 Продолжаем Суммируем Это все И получаем 2 Плюс 9 То есть 11 11 Дальше Продолжаем Суммировать Это будет 1 Плюс 1 2 2 Отлично И это уже Меньше 10 Так что Мы возвращаем n Возвращаем n Здесь возвращается То же самое n Здесь опять Результат Вот этого всего Вот это Одно и то же n Потому что Здесь мы больше Вот этот вызов Ни на что Не домножаем Ничем не плюсуем И так далее Так что На самом верху У нас останется Вот это n Который был результат Самым нижним вызовом Так сказать Вот n Возвращаем n Есть Так что Мы вывели Чем он равно Да Вум Где Вот Ага Вот То есть Вот так Можно Просуммировать К примеру Все цифры Числа Пока Не останется Одна цифра Ага Если будет число Там Допустим Если будет число Ля-ля-ля-ля Вот Например Там 5257 То есть Нам просто Надо добавить Там Где мы писали n деленное На 10 Добавить n деленное На 100 Нет Вот 5257 Да Я говорю Давай посмотрим Как это работает Мы Сначала 525 Что 525 Добавляем К нему 7 Да У нас Получается 532 Да Дальше Мы к 53 Добавляем 2 2 Есть 53 Добавляем 2 Получаем 55 Дальше Мы к 5 Добавляем 5 Получаем 10 И дальше Мы к 1 Добавляем 0 Получаем 1 Круто И туда Можно Писать Любое Число Ну да Которое Владит Пинт Все А туда Владит 16 12 А 2 Миллиона 2 Миллиона 570 Там 5200 4 2 5 7 0 1 1 0 1 Короче Напишу тебе Лонг Специально Для тебя В лонг Влазит 10 18 Так Это у нас Тоже будет Лонг Да Отлично Теперь Напишем Какое-нибудь Такое число Ага А 8 Доволен Круто Вообще Все Мне нравится Я буду сидеть Вечером И баловаться Так Теперь Давайте Что-нибудь Еще По-хардкорне Но сейчас Уже Будет Не такая Не истинная Рекурсия А Хотя Почему нет Рекурсия К рекурсия Все Не буду вас путать Итак Вводится Ряд Целых Чисел Заканчивающихся Нулем То есть Мы Из консоли Вводим Числа 5 Ну вот Рекурсия Заканчиваем И все Что? Рекурсия Заканчиваем Типа Н Урок Конец Да Это не смотрите Это вам рано Я понял Вводится ряд Целых Чисел Заканчивающихся Нулем Вывести Эти числа В столбик В обратном Порядке Включая Ноль То есть Мы Вводим Например 1 2 3 5 0 А выводится У нас 0 5 3 2 1 Ясно? А не 5 3 2 1 0 Может быть Я не помню Ну короче Как я сказал Только наоборот Вот Так Теперь Здесь Нам Нужно Смотри Теперь мы будем Выводить числа Прямо Из Отсюда Вот Из рекурсии То есть Нам возвращать Ничего не нужно Мы выводим Там Ну не знаю Райт Райт Есть Теперь это будет Не функция А под программой Войд Есть То есть Теперь она Ничего не возвращает О Войд Войд Райт Есть Райт Ну вроде правильно Написал Так Есть Войд Райт Это все нам уже не надо Есть Теперь смотрите Что надо делать Мы начинаем с конца Когда у нас конец Когда вводится 0 Правильно? Почему? Считаем условия Вводится Благодаря целых чисел Заканчивающиеся Нулем Вывести чисел В тубик В обратном порядке Включая 0 То есть Когда у нас Вводится 0 Нам нужно Это все заканчивать И начать Вводить эти числа В обратном порядке Да Да Отлично Значит Теперь мы пишем If Сейчас Стой Вот Блин А я могу И что-то Неправильно Написать Здесь Допустим Не прочь Вот через пузырьковую Делать Что через пузырьковую А Не использовать массивы Нельзя использовать массивы В этом есть прикол У нас Сама вот эта вот Куча вызовов Как массивы Допустим Стринг здесь будет С Вот эта строка Эта строка Подожди А как ты ее используешь Через пузырьковую Пузырьковая Что-то Поставляет Да, кстати Пузырьковость Она просто сортирует Она нужна Именно то Что мы ввели Только в обратном порядке То есть Если я введу 1,3,2 Нужно вывести 2,3,1 3,2,1 Да Еще там 0 Ну, не важно Итак Если С равно 0 Тогда мы Выводим этот 0 Потому что уже Все, уже закончили Console.right Right Line 0 Есть И Выходим Если нет Если нет Тогда Что надо делать Я уже забыл Давайте вспоминать вместе Пойти похавать Нет Сейчас Вот здесь Мы должны Написать Что-нибудь Пробел Так Я могу Сейчас Забыть Мы вызываем Этот Right Right И здесь Пишем Console.readline Я не помню Давайте проверим Работает это или нет Так Вводим 1 2 5 7 1 0 5 И 0 Не работает Он просто 0 Забыли Я здесь забыл Надо же это Вывести Вот здесь У нас Должно быть С Равно Попробую так Я просто сам Не очень помню Так что Давайте вместе Экспериментировать И здесь Надо вывести Эпс Вот Вот Так должно сработать Давайте проверяем 1 3 2 0 О О Смотрите-ка Работает Давайте разбираться Заработано Хе-хе Давайте разбираться Итак Я сейчас приду Иди Пожалуйста Что у нас получается Сначала мы считываем То что мы ввели С консоли Да Да Мы это считали Теперь смотрим Если это 0 Опять же Начинаем с конца Проверяем Если это 0 Если это 0 То мы его Вводим И здесь мы Закончили Теперь Если это не 0 Если это не 0 Мы вызываем Эту функцию Еще раз То есть Чтобы считывать Дальше И после того Как мы это Все считали И мы уже Вывели Ну короче Как мы закончили Вот это Мы считали И вывели Все что надо Мы выводим Вот этот тест Который мы считали Здесь То есть Давай Посмотрим Вот как это Все работает Ой Ой Так Вот сюда Так Давайте Что-нибудь Простенькое Чтоб сильно Не париться 1 1 Мы ввели 1 Смотрим 1 Это 0 Нет Значит Продолжаем Теперь мы Еще раз Вызываем Вот этот Рай И пока Ничего не Выводим Как видите Выводится Только после того Как вот этот Закончит работу Вот А пока Вот та Штука Приостановлена Вот здесь Мы еще раз Считываем Итак Мы считываем И вводим Допустим 2 Идем дальше 2 это все еще не 0 Так что мы еще раз Вызываем рай И еще раз Считываем Теперь вводим 0 Погнали 0 это 0 Логично Значит Мы его Выводим Вывели И Говорим Что мы Закончили Вот этот вот Уровень Так скажем Все Есть Теперь Мы возвращаемся сюда Понимаете Почему сюда Да Нет Потому что мы Здесь и были Мы Вот На этой строчке Вызвали Опять вот эту Под программу И она начала работать И вот когда мы здесь Нажим Ретурн То есть Из нее вышли Ну вот эта Под программа Закончила работу И мы опять вернулись К этой строчке На которой мы ее Вызывали Есть И теперь Мы выводим Что мы выводим Мы выводим А да Да Что мы выводим Преедущую Вот эту вот Драйв Двойку Да Да Вывели двойку Выходим Из еще одного уровня И теперь мы опять Возвращаемся сюда По той же причине Потому что мы только что Закончили предыдущий уровень И отсюда мы его вызывали И теперь И ноль выводим Единицу Это как бы уже такой Самый верхний уровень Все Мы закончили И возвращаемся сюда Почему сюда Потому что отсюда Мы ее вызывали Да Все Это лучше не понимать А просто делать А не Как раз понять здесь надо В смысле Как ты это сделаешь Не понимая Ну блин Тут что-то как-то Я так по жизни живу Что ты говоришь Что? Тем, что ты застрял? Я тоже не знаю Фух Фух Потно Да Так это все? Это все И в принципе Вот все Что я вам хотел рассказать Из такого Как программировать Я вам в принципе рассказал То есть вот Ты обещал рисовать научить А, да? Значит на следующем уроке Будем рисовать Можно еще вот это Ну вот потому что Все что вам надо Чтобы написать Практически любую программу Я вам дал Так что Сейчас уже будет Такой тип Варик курсе Или там Или еще какие-то Рисования Все что уже такое Не основное Скажем так Вот Так что Запилишь как-нибудь уроки Там по фотошопу По фотошопу? Думаешь я в нем разбираюсь? А что? Нет Макс 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 А чтобы сделать Тебя помнишь Миха делал С коробками Которые падали Тоже можно Ну есть такой элемент Picturebox Он как бы Ну понимаешь Такой бокс В котором хранится картинка Вот Туда пилишь эту картинку Перемещаешь его по экрану Вот Ладно Ну в принципе Это все Дезе я выложу Это вам Не на одну неделю точно Потому что оно такое Ну в смысле Оно Первые задания Как всегда Такие простые А вот Которые посложнее Не уже подные То есть я даже Над ними Пару часиков Порешал Вот Ага Еще и я Прошлое Не смотрел Ни видос Не делал Да Так что это вам На месяц Ну Хар Можете и на месяц Так что до заново То есть программировать Вы уже в принципе умеете Поздравляю Можно для себя написать Почти все что хотите Если что не понятно Пишите Еще да Объясняю Ну все Давай Пока Пока